Так, а теперь, дорогие друзья, давайте же мы тут пройдёмся по этому видосу. Интересно, что вообще Жужо здесь нам расскажет? Сейчас вы начнёте смотреть новый выпуск, когда нет-нет. И перед началом простого этого видеоролика я попрошу вас сделать это с помощью VPN. Вам не трудно, нам приятно, не пропускайте, пожалуйста, рекламу. Нам очень нужна монетизация. Спасибо. Чё? А-а-а, я понял, блядь. То есть, чтобы мы переключились на VPN какой-нибудь европейской страны и посмотрели видос, что ли? Ишь, чё захотели, блядь, эти блогеры. Ишь, чё захотели, сука. Угу. Деньги, блюду, трикоинь, женщины. Мария Сечан, спасибо. Разбил сердечко. Это было очень дорого, у меня не было денег. Она не когла, вышло разоблачение. Кинул нож в спину, его предал. И паразитировал на нём. Это он про меня, что ли? Про нож в спину, я помню, я ему такое говорил. Так, а чё тут по таймингам? Жжо, так, ага, про отношения с мамой. Что, блядь, про родство с Симиксом? Как начал стримить на Твиче. Никоглай крутит минимум. Ага, секрет успеха для любого стримера. Про знакомство с Аминой. Жжо читает фанфики, блядь. За плохое, я его предал. Никоглай признавался тебе. Я его спрашиваю. Говорит, у нас с этим ключом, типа, 250 тысяч. Что у вас там с лунаком? Безответного девочку втюрился, она игнорирует. Серьёзно? Может быть, она что-то не знает. Я тебя, Серёжа, не отпущу. Она очень красивая. Ты бы хотел с ней отношения? Да. Рассказывай. Нихуя себе вопросы, ребята. Все девочки, наверное, написались, когда смотрели это интервью. Тут прям всё то, что нужно, вот, знаете, вот, прям... Я гей. Серёжа! Подождите. Сделал с ней отношения? Да. Рассказывай мне. Я не нравился девушке, а я гей. Серёжа! Я там подкатывал к Ване. Кого ты больше ревновал? Номица. Амина говорит, что кто-то сделал её секретом. Я не буду говорить. Это ещё за музыка на фоне. Кто? Аллочка. Пожалуйста. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ты мне надо. Да-да. Нет-нет. Так, погнали. Наташа, NGTV. Сегодня у меня в гостях самый добрый стример Твича. Чё за пиздёж? Все мы прекрасно знаем, кто самый добрый стример Твича. Кто? А, да, я. Самые очаровательные кудряшки. Как-то я очень мило тебя решила представить. Что-то ему как-то, по-моему, неловко очень. Серёжа Жужо, я очень рада, что ты у нас. Я тоже рад, что я у вас. Я никогда не участвовал в таких шоу, мне довольно-таки страшно и дискомфортно. Я не знаю, что будет. Всё будет хорошо, главное не переживать. Это первое, да, получается, такое интервью? А так, а что за шоу? Правила какие? Давай, рассказывай. Короче, не переживай, всё будет хорошо. Я не должна тебя обидеть. Рассказываю тебе правила шоу. Я зачитываю своим гостям новости, которые нашла о них в интернете. Среди всех заголовков есть один выдуманный. Задача гостя угадать, какого заголовка никогда не было в сети. В случае промаха гость выполняет наказание. Я себя даже угадаю, могу выполнить или нет. Можешь, конечно. Окей. Всё, погнали. Сточник аязнал.ру. Жужо показал фанатам свой новый образ. Суть новости. Многим поклонникам известного стримера Жужо просто не терпелось увидеть изменения его внешнего вида. И вот на днях в сеть просочилась фотография, на которой парень предстал перед камерой в новом образе. Многие его из аудитории предполагали, что стример уберет длину волос. Но он всех переиграл и всего лишь перекрасился в чёрный цвет. Мнения по поводу его новой прически, конечно же, разделились. Ну, смотри. Давай начнём вообще с самого начала. Я смотрела видосы. Ты в них... Там видосы где-то был ещё маленький. Ты был вообще в другом образе. Как ты пришёл к этому образу? Недопонимание. Иногда с учителями у нас разные языки. Это что за хуйня сейчас? Да, я просто... Меня раньше себя стригла мама. Ну, типа, образы приходилось. Мы приходили по репаристу. Спасибо, серьёзно. Это он был? Модельную стричку, чтобы он был модельной. Я всегда нравился... Я помню, когда я совсем был мелкий. Вообще пиздец, пиздюком. Я ещё в начальной школе учился. Меня батя... Стрик. Дома. Просто брал машинку, короче. И под ноль, нахуй. Вот так вот сбривал все волосы, да. Там не под ноль, там ноль, запятая два. То есть... Ну, короче, на лосы. Вот как у Мазелова сейчас. Вот прическа. Соответственно, я такой ходил. Вот. То есть... Не было денег, чтобы ходить к парикмахеру. Соответственно. Да и, соответственно, далеко это было. Надо было идти, пиздец. Вот. А машины нет, ничего нет. Просто, блядь. Садись на стул. И... Вот так. И всё, и похуй. Идёшь. В школу, лысый. Блядь, я почему-то... И потом... Я начал толстеть и понял, что у меня как-то волосами защищаться, чтобы у меня не было большое лицо. Я начал отращивать волосы просто и всё. И поэтому, как-то так совпало. Я сделал потом химзавивку. Большие волосы, фу, блядь, длинные волосы помогают избавиться от большого лица? Бил завивку, чтобы кудрявые волосы были. Чё, блядь. И всё. А не проще там похудеть тогда, если тебя так беспокоит? А, потом я проспорил. Ну, у меня был стрим, где я выбирал, что мне лезть с моими волосами. И там люди выбрали, чтобы я брился на лысо. Я сказал, я не буду бриться на лысо. И мне похуй. Нет. Зачем я делал этот стрим, я сам не понимаю. И по итогу я просто остался с кудрявыми волосами, покрасил их, обесцветил их, был белым. И сейчас перекрасывался в чёрный. Поэтому, думаю, это новость правдивая, да. Ну, а как фанаты восприняли? Или тебе похуй на это? Ну, мне похуй, по большей части, на это. Ну, просто кому-то нравится, кому-то нет. Я думаю, ну, ладно. Я вообще вокруг себя какой-то выстроился из-за тиктока или ещё из-за чего-то. Что-то сейчас не понимаю вообще. Типа, кто-то нажал. Не знаю, просто у меня вот до того, как я сходил к парикмахеру, ну, были такие, не то, чтобы прям длинные волосы, но они были длиннее. Вот. И они ещё и по бокам у меня волосы были длинные. И у меня наоборот казалось, что у меня ебальник какой-то опухший, широкий. А когда я сходил и подстригся, соответственно, да, то и, ну, лицо стало более такое, как бы, мелкое. На фоне того, что и волосы тоже стали более короткими. Вот и всё. Ну, краш. Он реальный краш. Я тут вообще не понимаю. Смотрю на свои видосы, думаю, блядь, что? Как вы вот это вот можете, вот это садитесь с словом краш, я думаю, ладно. Я просто про себя так же думаю. Знаешь, когда мне пишут в комментариях, краш, я думаю, блядь, посмотрите, пожалуйста, на меня, где здесь краш, здесь просто живый человек. Мне кажется, это просто, каждый для себя сам так принимает решение и думает, что, блядь, как я могу быть. На самом деле, всё, мне кажется, лучше обстоит. Типа, в общем, ты тебя не видишь со стороны. А я краш. У меня уже есть друг друга. У тебя там достаточно такие тёплые отношения с мамой. Там где-то присутствует её закадровый голос и всё такое. Расскажи, пожалуйста, про свои отношения с мамой. Про детство. На самом деле, детство я не особо помню. Я, наверное, себя помню с лет 14, может быть. Детство не особо помню. Человек сколько, 19 лет? По сути, ты ещё являешься ребёнком. Ну, как бы так, в кавычках. Он уже детство забыл, как будто ему 60. А с чем это связано? Вроде бы никаких травм у меня не было, чтобы мост так отсеивал информацию от прошлого. Ну, не знаю, вроде бы всё хорошо. Я очень благодарен. Что, прикинь, ты бы там сидел на её фоне? Маме и родителям, потому что я начал вести прямые трансляции, когда мне было лет 17. И не каждый родитель отреагировал бы положительно на то, что его там сына рёт. Хорошо, что я жил в частном доме, и все они не жаловались. Поэтому я очень благодарен, что они относились с пониманием. Там было, может быть, я пару раз выходил, они спрашивали, «Нен, ты материшься прям как сапожник». Я думал, я просто говорил, ну, я в жизни не матерюсь с вами, это не матерюсь, я не благодарен. А чем вообще занимаются твои родители? Чем занимались? Потому что ты достаточно такой скрытный персонаж. Хотелось бы узнать побольше про тебя, про твоих родственников. Ну, у меня папа, я переехал из маленького города, жил в маленьком городе в Краснодаре, и... У меня папа, мама, всё. Отец лет 20, наверное, работал мясником, а мама бы просто была домохозяйкой. Кто, блядь? Папа мясник. Потом я хотел переехать в Москву, но родители сказали, «Пока не купишь квартиру, ты не уедешь». В итоге я купил квартиру, пожил там, в Люберцах. Думаю, блядь, что-то не очень мне нравится в Люберцах. И потом начал снимать квартиры, и родители переехали из этого маленького города в Москву, уже в Люберце, и там начали как-то жить, работать. Потому что, ну, это маленький город, там... Ну, Люберце — это не Москва. По большей части из-за этого им интересно было бы... Ну, наверное, лучше, чем Армавир. Правильно ли я знаю о том, что ты купил квартиру родителям в Армавире? Привет. Нет, в этом в Москве уже было. Уже в Люберцах купил квартиру. Да, 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 в Люберцах, да. Ну, Москва такая, асинова Москва. Окей, хорошо. Давай, если не секрет, сколько стоила квартира? Нам же нужны, вот, знаете, эксклюзивы. 5 миллионов где-то. Красота. 5 с того или что такое. Ну, это, честно, дороже, потому что-то все-таки... Вложился нормально. Блядь, что люди жены, нахуй, нахуй. А ну, за 5 купил сейчас 6-7 стоя. Жил-ка себе, спасибо. Вот это молодой бизнесмен. Вот, нет, да, блин, все хорошо. Просто снимал деньги, отдал родителей, они мне сами выбрали. И сами купили. Потому что я с ним было много друзей там сначала, там все стримеры, там много стримеров жило сначала. И поэтому я в тот момент подумал, блин, ну круто, там все близко будут в Люберцах. И по итогу... По итогу все из Люберцев уехали. Переехал, что-то там не понял, что мне сделать, сделать, и потом уехал через месяца два. Расскажи мне про школу. Говорят, что многие стримеры, их булили в школе, в детстве. Чё, блядь? Что... Что говорит такую хуйню? Какие-то моменты, когда люди предпочитают именно один... Наоборот, все стримеры были в школе такими, типа, весельщиками, заводилами, знаете. А не поэтому и стримеры, потому что любят пиздеть всякую хуйню, типа, а-а-а-а-а-а. Ну, вы понимаете, да? От Амины Ку. От какой Амины? Вот, соответственно, они разговорчивые, всякая хуйня вот эта, веселая, а не поэтому и стримеры, потому что они веселые и разговорчивые. Соответственно, и в школе такими же были, ебаный свет. Ты не можешь стать стримером таким открытым, дохера разговорчивым, сыси, тендерли. Если тебя гнобили в школе, соответственно. Когда тебя гнобят, ты зажимаешься, в себе закрываешься, вот, а-а-а-а, и, соответственно, и после этого, ну, стать стримером, я не знаю. А чё она сказала? Она чё-то сказала про меня или чё? Или Амина из кампуса? Какая Амина, блядь? Мночество с камерой, знаешь, потому что они не могут найти там сверстников, компаний и так далее. Как у тебя было? Ну, меня в школе не булили, потому что у меня довольно-таки маленькая школа, у меня в школе было, чек, 130. Я его булил потом, рейд. От кого? И... Чё такое, что происходит? У нас даже в классе не матерились. Ну, у нас, ты приходил в класс, у нас никто не матерился, у нас не было людей, которые там в туалете курили, у нас вообще никто не курил. Счастливый человек. У нас вообще никто не курил. Но это меня и спасло, всё равно я курю. И по итогу... Ребят, я в курсе, сейчас. Я досмотрю, блядь, и мы подслушаем. В класс седьмого я пытался вносить веселье в класс, там, пойдёмте, блядь, побегаем по кругу. И что-то такое. Ну, по итогу мне стало скучно, мне надоело как-то развлекать толпой, думаю, блядь, назаебали меня. Буду сам себя развлекать. И я по итогу в класс седьмого сидел на задней партии, сидел просто не... Давай, что? ...орать. И вот по итогу к этому всё и пришло, не знаю. Слушай, но многие пишут в интернете, что у тебя есть 13-летний брат, Семикс. Давай сейчас скажем, брат ли это тебе или нет, кто он вообще? Тогда я его отец. Нет, это не мой брат просто... Это просто так совпало, я думал... Ну, значит, они на тебе хайпятся будут. А, ну, да, я Хесус, блядь, на мне можно хайпануть жестко вообще, пиздец, ребят. Серьёзно, шули? Ну, просто я увидел его в дискорде. Это там соцсети общаются люди, и я... Спасибо за комплимент, ребят. Пообщался с ним, потому что он сам, когда мне хайпится. У него маленький голос, он может посылать нахуй кого угодно, ему ничего не будет. Ты типа, когда ты споришь, вот человек одного возраста, ты с ним споришь, ты там пытаешься уходить в конфронтацию, когда тебе просто 13-летний пиздюк с писклявым голосом говорит, пошёл ты нахуй, ты уже ничего не можешь сказать. Из-за этого весело как-то было, и я решил как-то его притянуть, думал, я научил, что делать, типа, говорил, как... Давай, следующий. Ну, вообще, я слышала, знаешь, что, когда у людей... Я знаю, что 15-13, сейчас. Как начинать на Твиче, многие обращаются к тебе. Ты любишь... Чё, блядь? ...рассказать... Есть тут начинающие стримеры, кто к Жужу обращался за советом о том, как начать стримить? ...как устроено, какие микрофоны нужны. То есть ты делишься опытом, и тебе не жалко поделиться им. Ну, может быть, да. Ну, я не знаю, я что-то особо такого не припоминаю, потому что обычно я делюсь, когда я пьян, и я этого не помню. Ну, лично я даже у Сережи спрашивала, когда я... Суахоли и Вен, спасибо. Чё там на Твиче сидят? Я знаю, как, если говорить от лица Жужо, как вообще аудиторию на Твиче набрать. Ну, вот будь я Жужу. Ну, как, ребят, ну... Шиперинг. То с одним, то с другим, то с третьим, то с десятом, ребят. Шип-шип, еб-то. Чё там делать? Он мне за пять минут всё разложил, говорит, надо так, это то, компьютер такой, поэтому... Ну, да, ну просто я это потом забываю, мне говорят, ты там подходил, блядь, к Эльдару Джарахову, говорил, чьему деть, такой, там, что, блядь, когда это было? Я этого не запоминаю. И, ну, да, может быть, мне просто несложно поделиться этим. Это, как бы, те вопросы, которые я сталкивался в свой период. И мне было даже тяжело, вот я начинал стримить, я, чтобы купить себе компьютер, я в этом долго разбирался. Короче. Работал в техподдержке, чтобы мне приходили какие-то там деньги, я получал 500 рублей в день. Это меня устроил мой друг, у него был магазин, и я работал в техподдержке, просто менял аккаунты какие-то. И я получал 500 рублей в день, и вот с этим там за полгода, наверное, накопил на компьютер. Накопил и купил. Да, я купил комп, начал стримить вот как-то, и все пошло нормально. Поэтому я понял, что для меня это было тяжело, а для тех людей, которые... Ну, сейчас уже попроще просто, есть больше информации, больше людей, которые тебя готовы выслушать и понять тебя. Потому что я в свое время даже... Вот, а что такое, ну-ка. Ну, ты говоришь, никто тебе такие подарки не дарил, как он, но, по-моему, если не ошибаюсь, Крив тебе предлагал или подарил, подарить компьютер, что-то такое. Да, но он мне предлагал, я это ценю, то, что он так... Потому что я... Реально? Как бы так и начать, ну вот... Ну, да, ну просто после начала спецоперации, я довольно-таки был смятений, не по-моему, что делать. Много моих друзей поехали в Дубай, и я поехал с ними туда, проводил какое-то время, там было очень дорого, у меня не было денег, я не по-моему, что мне сделать, я не мог нормально... А, и Егор Крид там ему предложил компьютер. И по итогу я принадлежу на то, что я уеду, заработаю денег и приеду обратно. И Егор предложил мне, чтобы я не ездил туда-обратно, не в Москву работать, потом обратно перелетать. Он предложил мне купить компьютер, и чтобы я начал стримить. Но я как-то... Мне было странно принимать этот подарок от него. Почему? Ну, не знаю, ну, я с Егором не так близко общаюсь, чтобы принимать компьютер, но это очень ценно для меня, это ценю, правда, что он так был готов легко купить мне компьютер, что я просто стримил и все. И просто, что потом я отдал ему деньги эти, и все. Ну, типа, это для меня ценно. Егору самому, отчасти, возможно, это было выгодно, чтобы вы там вместе стримили и все такое. Ну, я просто так не думаю. Да, бля, ребят, все понимают, про что он говорит. Война войной, как бы. Что вы, блядь, тут в чате, асу, асу, война, война. Ну, чел в России сидит, что он должен еще сказать? Всегда, если человек что-то делал для меня, такой, ну, спасибо большое. Если подзовет на стрим, я с радостью приду. Мне сегодня писал, Егор, йоу, сейчас лети где-то там из-за концертов. Но был период у тебя, когда ты еще жил у Хесуса, когда у тебя не было компа, что-то такое? Да. Нет, в моей вот, вот, как многие люди говорят, то, что там медийность, это все, типа, деньги идут рекой, женщины к тебе ползут. Ну, на самом деле, у меня много было периодов, где я прям, ну, бедствовал. Был один период, где там 24 дня, я вообще скитался по Москве. Ну, типа, у одного друга, у другого друга, потому что там были некоторые конфликты, и я не мог приезжать в свою квартиру, где я жил. Не в свою, а в мою. И по итогу я жил в Хеса какой-то период, да. Мы там пожили, но я потом понял, что, ну, типа, я жить с кем-то не могу, мне тяжело, это дается. Ты говоришь, были разные периоды. А с чем это связано в плане финансового? Ну, то есть, условно, ты заходишь на стрим, тебе капают донаты, есть какая-то реклама. Почему в какой-то момент это тебе приносит прибыль, а в какой-то момент нет? Ну, просто в стриминге важна стабильность, а я, ну, я, по сравнению с другими стримерами, да, я, да. В плане даже часов отстримленных, я там могу 2-3 раза, 4 раза, ну, типа, ну, 3 это минимум где-то, которые запускаю в неделю, и у меня стримы идут по полтора часа, и это вот суммар там часов 6 за неделю капает, хотя некоторые люди там стримят по 8 часов. Да чек, ну я не Моргенштерн, ну. Они как-то херачат это все. Ну, мне просто тяжело, я подхожу с другим просто, это другой философии к стримам. А с какой? Ну, не знаю, мне просто хочется потворить хернюку-то угарную, что-то повеселить людей, что-то придумать, не знаю, ну, а некоторым людям нравится, чтобы они запустили, поиграли во что-то, там, построили видосы, опять поиграли и выключили стрим. Это недостаточно. Я никогда не стримил игры по большей части. Ну, я правильно понимаю, что для тебя очень важно вдохновение? Угу. Что, то есть ты без него просто автоматически поиграть, для того, чтобы заработать, там, не знаю, 100 тысяч рублей? Ну, да, ну, у меня просто нет, как, я не знаю, вдохновение. У меня просто как-то это само приходит. Мне кажется, я никогда не испытывал вдохновение, что у меня что-то закапает. О, мана небесная, не знаю. Так. Поэтому, бля, протянем. Источник Medialix.ru Эвелан и Жожо ругают после разоблачения Никоглая. Атакуют соцсети парней, из-за ножа в спину друга. Многие фанаты стримера Никоглая ополчились на его коллег Эвелана и Жожо за прямой эфир, на котором те смотрели разоблачение звезды от блогера Романа Макривского. Поклонники обвиняют молодых людей в предательстве друга. Никоглай с обидой прокомментировал название прямого эфира Жожо и Эвелана, посчитав, что... Куда хуй Эвелана? Подожди, Эвелон, а не Эвелон. ...то оскорбление в его адрес. Давай коротко, что там произошло. На Никоглая вышло разоблачение. Потом вы сделали реакцию. Никоглай сделал реакцию на вашу реакцию. А вы сделали реакцию на реакцию Никоглая на вашу реакцию на его разоблачение. Так, здесь хотя бы распуталось. Ну, там просто так совпало. Там вышло разоблачение вот от Макривского. Где нам показали то, что привели какие-то статистические данные, что это не его настоящий онлайн, что это боты, которые находятся у него на стриме, и это создаёт цифру такую. И, в общем, это произошло, когда я был в Украине. И вот Эвелон сказал, типа, посиди со мной на стриме, ты посмотришь и просто посмотришь. Так, похуй, это уже на Никоглая неинтересно. Давайте что-нибудь поинтереснее. Вот, например. Нет, во. Смотри, вообще, многие говорят, что на Твиче достаточно просто сделать какую-то там коллаборацию с Никоглаем, и ты сразу становишься топом за топ. Ага, ну, как сказать. Да нет. Работает ли это? Коллаборацию с Хетсусом? Тогда да, топ-топ-зе-топ. Ну, все. Не. Не. Не, не. Не, так не работает, потому что, ну... Ну, как, не, подожди, это на самом деле частично изначально это так работало, потому что не стоит отрицать, что Жужо набрал тот большой онлайн, который у него был несколько месяцев назад, полгода назад, как раз за счет того, что он начал коллаборировать с Никоглаем. Изначально же они вместе стримили тогда. Никоглай, Жужо и Диппинс. Они вместе стримили и вместе набирали онлайн огромный. Тогда еще, да. Соответственно, благодаря этим коллаборациям, Жужо и Никоглая, у Жужо вырос онлайн. Потому что аудитория Никоглая и, в том числе, Диппинса обратила внимание на Жужо. Аудитория, которая пришла с ТикТока. И отсюда, как бы, все началось. Поэтому, ну, частично, да. Тут вопрос только в том, что ему повезло, он вовремя, скажем так, ну, не подсосался, ну... Короче, вы поняли. Нет. В смысле нет, блядь. Я че, нахуй, на английском разговариваю? Диппинс! И просто будешь сидеть. Ну, типа, за твое лицо никто за тобой не пойдет. Если ты не Ваня, Диппинс. Ладно, шучу. И... Ну, нужно как-то все равно удивлять людей чем-то, типа, что-то придумывать, как-то радовать их. Ребят, я вас радую. Ты знаешь, что есть понятие кинью? Нет. Расскажи мне что-то. Ты знаешь, что значит кинью? Нет. Это, короче, я узнал из тиктока. Это уже старое понятие. Это когда ты себя ассоциируешь с поведением, например, стримера. Например, стример что-то сказал и сказал, жиза, жиза. И вы такие, да, я тебя киню, бро. И я недавно узнал, ты думал, бля, круто, крутое слово. И поэтому все равно как-то вот кинеть, чтоб тебя кинили, чтоб ты давал, бля, похожие эмоции, чтоб они чувствовали себя частью, частью, как бы, похоже. Ну, что-то есть общее у вас. Поэтому, ну... Что-то, бля, какое-то новое зумерское слово, что ли? Ну, главное, чтоб... Господи, бля, что за это слово? Ну, новое слово, походу, какое-то выучили зумеры. Источник паблик тиктоперс. Стример Жижо во время прямой трансляции признался, что сильно влюблен в Лину лунаком. Девушка пока что никак не ответила и не дала никаких комментариев. Ну, давай. Вот это вообще я люблю. Знаешь, это чисто вот бабский мой муд спрашивать про любовь, про отношения. Что у вас там с лунаком происходит? Бля, безответного девочку втюрился, блядь. Она игнорирует меня. Серьезно? Давай, наш чек. Я и вчера, честно тебе скажу, я ей вчера звонила, поскольку я с ней как бы хорошо общаюсь, я готовилась к выпуску, я говорю, так, Эвелина, рассказывай мне, что, во-первых, что-нибудь эксклюзивное про Серегу, ну и что у вас? Я тебе ничего не скажу, Сережа, мой друг, я ничего тебе сливать не буду, поэтому рассказывай мне. Не-не-не, ну, я ничего не буду здесь привирать, говорить, ну, может быть, она что-то, не знаю. Блин. Я не буду так делать, но просто мы с Луной хорошо общаемся. На самом деле, жалко Серегу. Все женщины, которые его окружают, считают его другом. Вот. И печально, конечно. И так совпало, что мы начали как-то вместе все общаться, я, Луна Ком, Амина, там, Максим Сэндом. Мы начали как-то вместе проводить время, и все. И у нас очень хорошие, теплые, дружеские отношения, мы в любой момент, они мне напишут, я им приеду, помогу, либо с чем-то, там, без разницы, что. Стараемся радовать друг друга, проводить вместе, и если кому-то плохо, так же проводить с друг другом время и вместе. Но вот это я считаю настоящая дружба, потому что, у меня в жизни было мало друзей, скажу честно. Каждый раз, как будто я разочаровывался в дружбе. Но сейчас, мне все нравится. Жиза. Но я все-таки продолжу тебя, понимаешь, склоняюсь к отношениям с Слонаком. Ты звал ее на свидание, она отказалась. Я никогда в жизни не ходил на свидание, никогда в жизни не было отношений. И я ничего не вижу в том, чтобы, может быть, для кого-то назвать свидание так, типа, если два человека просто вместе, и они где-то ходят, то это уже свидание. Я просто так не считаю, я там могу встретиться с Аминой, с кем-то, пойти погулять, там, что-то сделать, покушать, еще что-то. Я не считаю, что это как свидание, но просто встретиться с человеком. В смысле? Может быть, я там предлагал встретиться, там, просто поесть, пообщаться на счет. Потому что для меня тяжело, когда для меня был сложный период, когда я оказался знакомым, я много проводоверений поделал с Аминой, я с ней знаком уже года три, наверное, с Эндомом, а с Луной, вот, мне непонятно было, и мне привычнее, чтобы я познакомился с человеком на один на один, и потом бы уже он вник в тусу, и я бы его понял. А с ней так не произошло, она была постоянно с кем-то, типа, я не понимал. Понятно, короче. Так, что еще интересно есть? О! Источник паблик инстарум. Амина в шоке со своих друзей, которые по очереди хайпятся на ее носе и сливе. Сливе, это не хрупкий, рубрика Каламбур. Бля, я хочу хайпануть на носе Тендерли. Что надо сделать? Пишет Амина, даже врагу не пожелаю друзей, как у меня. Двое меня слили, одна распиздела мой секрет, и все это за неделю. Я создала какой-то мини- Сейчас, подождите, ребят. Так, хайпую, ребят. Все. Сюда вон. Это, если что, нос Тендерли боя. Скват, который причинил мне столько боли, и лишь один человек в нем исключен. Распространите, ребят. Скажите, что нос Тендерли сейчас на стриме Хесуса. Я его очень ценю. Мои друганы все поучили. Я его очень ценю. В очереди хайпятся на моем лице и даже не краснеют. Напомним, что... Я покраснел? Нет, вроде, реально не краснею. За последнюю неделю Жужо и Алла Брулетова спалили Амину без маски. Как можно спалить случайно человека, если вы знаете, что это, как бы, для него такой прям секрет, и это очень важная часть. Я могу... Короче, произошла очень странная ситуация. Мы изделили в Кальянной. Там было много людей. Мы там смотрели, к примеру, видосы на Ютубе, и... мы смотрим видео, и я там всех смешно фоткал вот так вот, типа на 0,5 смешно фоткал вот так вот всех. Ну, я у меня с ракурсов. Да, с тупых ракурсов всех фоткал. Амина тогда не фоткал, и потом мы уже все разъезжаемся, и Амина начинает снимать stories, где я танцую лунную походку. У меня была бесяка, я танцую лунную походку тупую, и я вижу, что она снимает stories, я подбегал к ней с телефоном, типа подбегал с ней к телефону и делал вид, типа, «О, Амина, ты отдали бы я без маски?» И вот так вот нажал, типа, я не заметил, как я сфоткал, у меня просто была включена вспышка, типа вот так вот, и все, я подбегаю, и я не запомнил тот момент, что я ее фоткал, я не помню этого. И я на следующий день запускал стрим, и типа, хотел показать фотки тупые, которые там пофоткал, типа, Максима там, еще типа, стримеров всяких разных. И я листаю галерею, я захватил с помощью эмулятора себя на компьютер, листаю, фоткамины, я переключаю, и там фотками, я такой, блядь, боже мой, какой я долбоем. Еще до этого так сказал. Нет, она просто не помнит этого. Мы не разговаривали про это больше. И это так тупо все было, и я такой, блядь, серьезно? Вот в тот момент, типа, я его не фоткал. На самом деле, я до сих пор удивлен тому, как Амина, Тендер Либае, вообще вот, постоянно в этой маске держится. Потому что, вот сейчас, как бы, ну, корона, соответственно, приходится иногда маски надевать. Я ненавижу маски, ебаные. Не важно какие, они все дерьмо. Когда ты ее натягиваешь на свое лицо, и дышишь в эту маску, и у тебя вот тут лицо начинает потеть, ты это дыхание чувствуешь, фу, блядь, это так неприятно, так противно. Блядь, пиздец. И каждый раз, когда я снимаю маску, я такой, типа, боже, наконец-то, блядь. Фу. Ну и, соответственно, в любом случае, ты когда дышишь в маске, ну, типа, это не так, как без маски. Без маски ты дышишь свободно, а в маске то как-то все хуево, соответственно, да? Дыхание не такое свободное. А если ты еще в очках, ты дышишь в маску, и у тебя очки запотевают, как я видел у тех, кто в очках ходит. Короче, это вообще пиздец. А она ходит постоянно в этой маске. Вообще, я не знаю, ну, я бы на ее месте уже давно бы отказался от такого образа. Просто бы сорвал маску, сказал, да, это я, я такая. И что? Я заебалась, потеть в этой маске, блядь. Я вот понял, что я, типа, она там снимала меня для сториз, и все. И я не запомнил тот момент, что я сфоткал. И я сразу понял, что произошло пиздец, я... У меня там не сохранились, не сохранились клипы, все модераторы все почистили сразу. Ну, то, что уже в нет попало, то оттуда, типа, не уйдет. И я начал, в России отменили, блядь. Поздравляю, ребят, хоть какие-то позитивные новости из России. 15-20 выигрышу стрим. На самом деле, здесь тоже отменили в Америке. Но, не отменили пока только в такси. В такси, к сожалению, пока надо маски надевать. А так, во всем остальном, здесь маски не нужны. Я отправил ей букет и начал сидеть и думать, что это, как вот, начал думать про Амину, как про того человек, который мне дорог. И я написал сообщение большое, где сказал про искренние чувства, которых не испытываю. Нихуя. В плане дружбы, то, что я ее очень сильно ценю. И она прочитала это и сказала, что просто ей нужно дать время. Я просто дала это время, но сейчас все нормально вроде бы. Мы с Недана виделись вот позавчера. Все хорошо. Не знаю. Я извиняюсь еще раз. Перед тобой Амина Тендерли Бэйбэй. Ну, а как ты думаешь, почему тебя она простила и поверила тебе, а той же Али Брулетовой нет? Да не знаю. Это как бы их дела. Я не особо не вникал в эту ситуацию. Может быть, просто Алла не подошла таким образом, который подошел я. В плане не начал говорить про дружбу. Может быть так, может быть не так. Я не знаю, что у нее. Короче, ясно. Дружба, х**южба. Понятно. 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 Я не знаю. Я понял. В итоге Итогу... Источник Кости Блогерс. Жожо изменяет Диппинсу с каким-то блондинчиком. И что только ты признался, сделал. Там тут камин-аут и все такое. Раскрывает. И что вообще у вас как с Диппинсом вечно какие-то, я не знаю, хайпы. То вы там обнимаетесь, то еще что-то. Что у вас такая за дружба? Что? Дружба. Валю, мужская дружба называется. Вам, женщинам, не понять. Смотри, подогревает, подогревает. Подогревает. Под луной. Не знаю, все нормально. Но типа Ваня, Ваня нормально, я нормально. Всем приятно. Все дружи. Но ты видел количество этих пабликов, как они, фанфики, которые вам посвящены? Да. Я вот вчера читала один. Хочу я тебе разочитаю? Ой, блядь. Не, ну может, ладно. Ну давай. Он подошел к лавочке сзади. Хочешь? Хочешь ты? Да, Чувствую на. Он подошел к лавочке сзади тихо. Кудрявый сидел и рисовал его. На картине они целовались. У Вани сразу щеки залились пунцовой краской. Ничего не сказав, Дивпинс бросается в теплые, нежные и такие неожиданные для Сережи объятия. Носом Сереж заткнулся в изящную штуку. Ла-ла-ла-ла, давайте мы это, ну тут как бы без какой-то жести, естественно, да, ну обнились, они просто по-дружески, просто обнили друг друга и все. Почувствовали тепло друг друга. Что сразу бан-то, блядь? Пиздец, уже обняться нельзя, что ли? Я в ахуй. Подожди, не понял, а мы, аа, подожди, источник паблик Ёж о блогерах и селебах. Ивангай в последнее время проводит время в российской стрим-тусовке и на этот раз встретился с Жожо. Многие подозревают, что Ваня в скором времени сам начнет стримить. Ты ничего не можешь, да ты хуже всех, кем ты вырастешь, кем ты стоишь, ты ничего не добьешься в жизни. Домой. Самый редкий день. Расскажи про ваш коллаб, расскажи про ваш стрим. Да, я с ним не стримил, когда был в Киви, мы просто с ним встретились, он заснял себе тикток или два тиктока или что-то такое. Мы просто сидели, общались, разговаривали просто как друзья. Сидели, общались, кушали и все. Не знаю, мы там рассказывали. Раньше, когда я включал, помню, треки Ивангая в начале стрима, предположим, люди библи-тумба кидали, байбл-тамбы, плакали сразу. О, Ванечка, Ивангай, я помню, были времена, а теперь фукать начали. А, блядь, серьезно с нами. Мы с ним общались и рассказывали про стримы, про особенности твич-платформы, в чем разница между ютубом, потому что у него есть опыт в ютубе, а на твичении особо. И поэтому... Я понимаю, почему... Поговорили, думали, то, что по стриме вместе, но в итоге я уехал и не получилось ничего сделать и потом не встретились. Короче, потом, 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 понятно. Я сейчас вспомнила Ивана Зола. Как ты вообще относишься к их коллабам с Никоглами? что Хес, по-моему, или кто говорил, что парня нужно спасать, что Ивана Зола нужно спасать. Многие пишут, что Никоглая издевается над Ивана Зола. Ты считаешь это издевательством или нет? Я не знаю. мне кажется, если бы родители считали это издевательством, они бы... Послушай, а родители просто зарабатывают бабки. Ну, типа, мне кажется, родителям лучше знать, что издевательство для его сына, что нет. ну, я считаю, да, что в некоторых... Чего нос-то, блядь? Ваня реально не понимает. Коли, когда это делает, он это старается сделать так, чтобы просто было смешно. Ну, а там некоторые стримы, которые были с Колей, с ним, там приходили некоторые люди, которые реально прям, типа, вели себя супер неправильно в некоторых ситуациях и прям, как будто издевались над ним. Некоторые тиктокеры, я думал, блядь, что? Ну, вы реально вот решили издеваться над этим человеком? Вы не считаете, что это как-то... Ну, блядь, не ваш вес. Я как верну? Я, я, я откуда знаю? Ну, кто-то украл нос, я что сделаю-то? Я здесь, причем, нос украли, блядь, у нас с вами, а не только у меня. Я не знаю, где нос, его кто-то спиздил. Пиздится. И по итогу происходит так, мне кажется, это тендерли, ну, скажем так, сюда незаметно, скажем так, подкралась и украла свой нос, чтобы мы на него не смотрели. А как ты вообще относишься к трэш-стримерам? Всякие, я не знаю, корейки, хилми, хуйни, вот эти вот все. Хилми, блядь. Корейка в какой-то период смешной, прям реально. И когда она орала бонус, это было право смешно. Да, я обсыкался прям. И, а по итогу сейчас уже, ну, неинтересно, типа скучная какая-то херня. блядь, не знаю, трэш-стримы это интересно, когда это в рамках дозволенного. Я, мне нравится смотреть Молстрою иногда. Чистосердечное признание. Я смотрю Молстрою. Ну, когда там реально весело. Я у него был на стримах даже пару раз. Я приезжал. И, мы были на стримах Молстрою с Жужо. Я вспоминаю те времена, когда мы с Жужо залетали на стримхату в Москва-Сити к Молстрою. И, и, и там было так много этих всяких развратных женщин. много алкоголя, который мы не пили. Ну, и женщин, которых мы не трогали. Вот, мы так приходили два каких-то лошка. Вот. Чисто пукали в микрофон что-то и уходили. Вот, соответственно, как-то так. Как-то так. Круто было, круто. А потом меня хейтили, говорили, как ты, как ты смог такое. Я не ожидал от Хесуса. Он пришел к Молстрою, он его поддерживает. Аааа, блядь, уеб твою мать. Весело, иногда нет, но, иногда, это перегибает палку. Иногда, ну, нужно держать грань во всем. Если ты никого не обижает, если, это не прямое издевательство над человеком за деньги, либо еще за что-то, то это нормально. Когда люди сами, у нас тоже были, можно считать, трэш-стримы с Колей, когда, типа, я был, Коля и Диппинс. У нас тоже, можно считать, трэш-стримы были, когда мы там, блядь, пили водку. Это что? А какого у тебя отношения был устроен? Коля водочка не пошла, явно. Ну, опять же, если мы говорим про ту ситуацию с этой женщиной, там двоякая хуня, как я уже и говорю. Оба ебланы, я считаю. Типа, что она пизданутая, которая провоцировала его, потому что он дурачок, блядь, который зачем-то проявил физическую агрессию по отношению к ней. Что, естественно, неправильно. Вот. И так делать нельзя и вообще, в принципе, как бы нельзя какую-то физическую агрессию проявлять к любому человеку, не только к женщинам. Вообще, в принципе, нахуя кого-то пиздить? Вот. Но она тоже не ангел, просто если там почитать, кто она, чем она занимается, что она там делает, употребляет и так далее. И какой потом концерт она устраивала после этого, утверждая, что якобы там у нее нахуй все поломалось, блядь, и так далее. Хотя там ничего такого-то, собственно говоря, и не было. Короче говоря, что она, что он тоже, блядь, соответственно, туда же. Вот. Никакого у меня к нему отношения нет, в принципе. Да, да, нет, нет. Слушай, мы все обсудили с тобой все новости. Теперь тебе нужно угадать, какая была фейкласс. Я могу напомнить тебе заголовки, или ты можешь просто... Да, давай, я просто забыл вообще сейчас. Амина в шоке со своих друзей, которые получат... Короче, нейтралитет. ...хайпятся на ее носе и сливе. Ивангай последнее время проводит... Ой, короче, понятно. Ну, слушайте, я считаю, что если бы я был на этом шоу, то был бы вообще жесткий разъеб. ...и на этот раз встретился с Жожо. Жожо изменяет Диппинсу с каким-то блондинчиком. Амину и Жожо назвали грязью из-под ногтей. Стример Жожо во время прямой трансляции признался, что сильно влюблен в Лину Лунаком. Эвелона и Жожо ругают после разоблачения Никоглая. Такую в соцсети парней, занажав спину друга. Бля, вот вы говорите, но ты в Америке. А что если, например, прямую линию устроить? То есть они берут, все так же делают, такой же ракурс, только на стуле будет сидеть не живой человек, а стоять телевизор, а к этому телеку буду подключен я через, соответственно, дискорд. И на экране буду я, соответственно. На экране этого телевизора или монитора буду я, а она будет сидеть здесь, соответственно, перед телевизором. И как будто бы, как будто бы я там, соответственно, да? И тем самым она будет у меня брать интервью. Вот. Реально. Так, Эвелан подарил новый телефон Жижой, что там, подарил новый телефон, и Жижо показал фанатам свой новый образ. Мне кажется, про блондинчика я не понимаю, что про кого это. Про блондинчика? с кем-то изменять, с кем-то блондинчиками, вообще этого не понимаю, про кого это. С кем-то блондинчиком. Такая новость была. Да? Да. Поцелуй на вечеринке какой-то у тебя был. Ну, потом вставим здесь нарезочки. А с кем-то целовался, блядь? С парой какими-то это такого не может быть. С блондинчиком. Так, ладно. Казание у тебя следующее. Ты выкладываешь сторис надписи, читай надпись. Я спалил твой нос, а ты засунула его слишком далеко и влезла в мои отношения. Они подозревали нас, а я не подозревал, что ты окажешься такой лживый и будешь претендовать на нее. Но я не сдаюсь, посмотрим, кто кого. Понял? Блядь, Амин. Зачем Амин? Это ты, грубо говоря, борешь... А, блядь, я видел это сторис. Я думал, что за хуйня происходит? А это оказывается из-за вот этой передачи. Ёб твою мать. С золонаком с Аминой в сторис. А сейчас да? Да. Ой, блядь. Просто на черном фоне для жителей Егора Крида. Вот эти переписочки. А, нос вернулся! Блядь, опять шел. Просто да. И текст. Опять украшен. Ты потом можешь что-то удалить, но час хотя бы пусть повисит. Ладно, похуй. Короче, понятно. Все понятно. Субтитры сделал DimaTorzok